О том, как создается и развивается история фундаментальных фильмов. Говорить мы об этом будем с режиссером Виталием Манским, создателем-президентом премии «Лавровая ветвь» для неигрового киноиндивидения, а также президентом, например, фестиваля фундаментного кино «Арт-рок Фреза». Вопрос ему будет задавать Сергей Койда, медиа-менеджер, создатель, тоже и первый редактор интернет-казеты городской и московской «The Village», который, в частности, сейчас делает музей филератности при ценность современного искусства «Гараж» в Москве. Такой получится разговор режиссера и медиа-менеджера. Встречайте! Добрый день! Добрый день! Для начала я позволю себе представить нашего сегодняшнего героя. Это Виталий Мацкий. И я чуть-чуть расскажу про его фильмы. Юлия здесь чуть-чуть представила героя. Виталий, собственно, один из самых известных документалистов России. Он снимает самого фильма про Путина, группу Тату, «Далай-Лану и жители русской деревни», обладает более чем пятью десятилетиями в России за рубежом. И его фильмы неоднократно демонстрируются на мировых российских телеканалах. Собственно, немного оттенок. На самом даре края Путина Виталий снимал фильм, который называется «Путин и высокоскорский год». Это первая попытка российских документалистов создать реальный портрет руководителей российского государства. Следующий фильм, которого мы так или иначе сегодня коснемся, это «Горбачевка после империи». Фильм состоит из двух частей. Первый рассказывает про Горбачева как политику, вторая часть, собственно, рассказывает про Горбачева как человека. Про его переживания, про взлеты, падения, смерть жены и так далее. Еще один фильм – это «Анатомия Тату». Возможно, мы увидели и он присутствовался по российскому телевизору. Советский дуэт рассказывает о своих личных планах, о которых и некоторых возможностях, участия в группе и переживаниях. И все это происходит во время американского промо-тура в 2003 году. И фильм «Девственность». В фильме показывают реальность «Брисе дома-2», торгуют собой и читают лекции о русской девственности. Перейдем, собственно, к тени нашего разговора с storytelling в документальном кино. Что такое storytelling? Я сейчас в двух словах расскажу. Storytelling – это способ передачи информации и нахождения смыслов через рассказывание истории. История, собственно, состоит из следующих частей. Первое и самое главное – это персонаж. Вопрос, к нему строится вся история. Персонаж может быть не только одушевленным, то есть, скажем, это может быть организация, проект, государство и так далее. Во-вторых, это обязательно переменные события. Тременные причем могут быть ценностными и не только событиями. У персонажа в жизни должно появляться нечто важное, чего не было ранее. И третьих – это координаты. Обязательно важны, когда это событие происходит, как долго и где. И четвертых – очень важна эмоция, чтобы подникла эмоция у самого смотрящего, то есть сопереживание. То есть, человек, смотрящий или читающий историю, он должен сознательно представлять себя на месте персонажа. Соответственно, четыре элемента – это персонаж, переменные, события, координаты и сопереживания. Все эти четыре элемента истории, они были определены на такой книге «История» Роберта Макки. Это такой учебник по сторителлингу, с которым, кажется, все, наверное, так или иначе имеющее отношение к сторителлингу знакомо. Виталий, а Вы согласны с этими элементами? Вы так и строили свою историю? Я не согласен с тем, что я в своих фильмах о чем-то рассказываю. На самом деле, в моих фильмах рассказывают мои герои. И в этом заключается, на мой взгляд, суть документального кино, во всем случае, моего документального кино. Я не рассказываю о Горбачеве политике. Я предоставляю возможность Горбачеву рассказать о его представлении по себе как о политике. Я не рассказываю о Горбачеве, о его личной жизни. Я предлагаю человеку рассказать о своих внутренних переживаниях и поделиться этим с аудиторией моей картины. И вообще говоря, я не люблю. Я не люблю, когда мне что-то рассказывают, и я не люблю никому ничего рассказывать. Я живу и я делюсь тем, что я вижу в своей жизни. Даже если в моей картине все молчат, у меня есть фильмы без текста. Я ничего в этих фильмах не рассказываю. Я даю возможность посмотреть и самому себе рассказать каждому из вас, рассказать какую-то историю. Соотносится ли это со стори-тейлингом? Не знаю. Могу сказать только одно, что я научился выговаривать это слово. Тогда в какой степени вы управляете, собственно... Мы с вами с вами общаемся. Мы шли так глядно смотреть на количество девушек и молодых людей сзади, но я могу выполнять функции... То есть вот так, да? Можно переключать внимание вообще. Это сложнее, но... Тогда в какой степени, собственно, вы управляете своим процессом создания фильма? Как вы идете за материалом? Какая вообще функция тогда ваша, как режиссера документального кино? Вы не придумываете, получается, историю? Как вы ее собираете? Ну, правило заключается в том, что нет правил. Когда ты с каким-то правилом подходишь к своей жизни, ну, к каким-то действиям, то либо ты в законченной цене, когда вообще-то им мало кому интересен, либо у тебя ничего не получается. Ну, как подойти с правилом к общению со своей матерью? Вот есть правила общения с мамой? Я не знаю, если они есть, то тогда зачем общаться? Ты общаешься, ну, как костер горит. Ты общаешься обо всем ни о чем. Вот такое общение. Или как общаться с девушкой? Если ты точно знаешь, как ты с ней общаешься, что ты должен ей сказать, что ты от нее хочешь и сколько раз, то... Ну, я не знаю, может быть, кому-то это наставляет удовольствие? Нет, точно нет. Ну, это жизнь. Ты живешь, и когда ты живешь, ты, в общем, как бы даешь возможность, вот отличие нормального человека от документариста, что нормальная женщина наслаждается индивидуально своей жизнью, а документарист еще своими ощущениями жизнью не делится. Вот мне как бы в кайф от документариста, потому что я имею возможность наполнять свою жизнь огромным количеством людей, историей, эмоций, переживаний, стрессов, наслаждений и так далее. И по возможности стараюсь ими делиться с аудиторией. Я вот недавно закончил съемки фильма. Мы проехали на автомобиле, в том числе и в Бирь, вот мы здесь ночевали. Мы проехали на автомобиле и жили в этом автомобиле. Мы проехали от Кёльна до Заполярного круга, до там завода Гоева, туда и выше, и потом вернулись обратно в Германию. И вот по дороге мы снимали фильм. Конечно, у нас был какой-то, ну, условно, даже не план, у нас был маршрут, у нас не был план, у нас был маршрут. Но, перебегаясь по этому маршруту, мы воспринимали жизнь такой, какой она являлась в данный момент и пытались передать свои ощущения методом создания определенных эпизодов, из которых нанизывалась картина. Но, помимо этого, я испытывал какие-то эмоции, которые по естественным и неестественным обстоятельствам оказывались заработками фильма, но, может быть, я никогда не их окажу как фильма. Вот мы разговаривали перед началом нашей панели, и я вам говорил, что мы приехали ночью, мы под вечером приехали в Пель, так как я уже был на текстуре, мы припарковали наш холмобиль вот здесь, у Лу-театра, и отправились вот напротив в баню общественную. И я там провел замечательные два часа, наполненные смыслом, больше, чем от года просмотра отечественного телевизора и так далее, потому что это нужно делать спрятки фильмов. Я, может быть, сделаю, я вот думаю, что, может быть, сделать фильм в бане, потому что меня пермская баня вставила конкретно. И вот то, что вот эти вот пермские мужики там обсуждали, это стоит... Поэтому я просто кинул. Видимо, к сожалению, у меня вот сейчас две камеры, вот оно во втором кармане. Но в бане я пришел без пульки, поэтому, к сожалению, это здесь. Ну и потом могли бы мужики не понять. У журналистов есть такое понятие журналистов фактов, когда журналист полностью абстрагируется от какой-то истории, от инфоповода и просто предоставляет все точки зрения читателя. Должно ли быть таким документальным, таким безоценочным? Или оно должно быть авторским, личным, насредненным? Вы знаете, ничего не существует в этом мире безоценочно. Ничего. Тем более, когда... Когда оценка производится, серфильные события, если вы говорите, что у вас история схватывается в процессе? Точка зрения. То есть даже не точка зрения, а иногда точка съемки. Ну, привожу банальный пример. Люньер и прибытие пояса. Если бы они камеру развернули, было бы уже не прибытие пояса, а свеча пояса. То есть от того, что куда ты набрал камеру, то у тебя и получается. От объема, то есть от крупности плана. Ты даешь общий план, у тебя как бы одна картинная мера. Ты даешь крупный план, у тебя другая картинная мера. Ты даешь панораму, у тебя эти картинки. Ты даешь длинный план. То есть все равно, даже если ты никак не участвуешь, ты всегда участвуешь в своей профессии. Стоишь не смог. Ты создаешь мир, по сути дела, из вот этих, ну, такую делаешь мозаику мира, из маленьких камешков. Собираешь, собираешь, собираешь. И в этом заключается твоя позиция. Но мы еще хотим заключаться в выборе той или иной тени, самой нашей неправильной. Как вы ее выбираете? Как вы выбираете героев, как вы выбираете историю? Сережа, если бы я снял один фильм в своей жизни, я бы, может быть, с трудом, но ответил на этот вопрос. То есть я их снял в два мешка. Как я могу... Как вы... Каждый раз. Но это же каждый раз индивидуальная ситуация. Когда я делаю картину о Путине, у меня там одна история. Когда я делаю картину о Просковье из деревни Благодать, у меня другая история. Когда я делал вот эту картину, что у меня 23 самостоятельные истории, я от каждой истории подбирал свой ключ. Вот я приезжаю в деревню, в поселок Сидорова, Благодской области. И я как бы понимаю, что я хочу в этом поселке снять историю. Ну и давайте... О, окей. Конкретно. Значит, суть фильма, который я сейчас снимал, в Почтере Миссии. Здесь молфим вдоль трубы, по которой из Западной Сибири в Западную Европу качают газ. И я хотел просто показать жизнь людей не только в России. В Польше, в Чехии, в Германии. Просто жизнь людей, мимо которой тут проносится бюджет России. Вот под землей. Никто не работает... Никто никак не связан с газом. Газ просто где-то идет. Вот я знаю, есть поселок городской типа Сидорова. Две школы, больницы, там, то, сё, пято, десятое. Под ними идет главная, самая большая под давлением магистральная труба. Вот газопроводка. Он идет вот прям под этим городом. В этом городе нет газа. Я это знаю, я туда езжу. Это март месяца. Я приезжаю, у меня есть данность. Я там никогда не видел. Мы на автомобиле, за которым... Ну, как Астап Беннер практически, то есть, на Альгаре. Он прибнул. Наш автомобиль. Немецкие номера. Дом, машина. Все. Въезжает в эту дверь. Саратов Крестница. Саратов Крестница. Саратов Крестница. Саратов Крестница. Я понимаю, что мне нужно это снять историю. У меня есть только договоривание с Раисовым Советом Происполковым. Но, что мне нужно это объяснить. Я прихожу в котельную реки, в главную котельную. В которой топит весь поселок, топится дровами. Но это не дровами, а это дровами. То есть, лес. Клосочно привозят лес. И вот, значит, колят, и огромные еще довоенные топки выбрасывают. И я прихожу, и, значит, выясняется, что у истопщика в этот день умерла мама. И мы начинаем снимать историю истопщика. То есть, я сейчас не могу знать до старания, что мы истином. Начинаем снимать историю истопщика. На следующий день мы утром выезжаем. Ну, там. Байк какой-то раскатываете. Можно, можно, да? Значит, никто из нас до этого путешествия никогда в жизни не ездил на этих автомобилях. Значит, а там у нас отопление, куда-сюда. Значит, у нас ночью там 33 градуса температура минуса. Ночью у нас, где-то 62 ночи, закончился газ. А там нет угрозы, угрозы печки, нет счетчика. Ты не знаешь, когда этот газ закончился. Он закончился где-то 2 часа ночи. И где-то в 3 часа ночи внутри домика уже температура минус 17. Значит, мы боремся со всеми вот этими переходящими обстоятельствами. Значит, как-то выживаем. Выходим в 7 утра из этого домика и отправляемся на реальное наделение с полозьями на кладбище, которое там стоит в километрах поля. Опять же, я ничего не знаю, что это будет. Я знаю, что я хочу снимать похороны. Вот это вот. Матери это сообщили. Выезжаем с этими мужиками и с 7 утра, мы приезжаем с полвосьмого, с полвосьмого утра до 5 часов вечера они долбят топорами землю. И мы с ними, вот проснувшись в минус 17, мы с ними в этом поле до 5 вечера, показываем, что они посылают на этой же телегии гонца, что можно везти малька. А уже боялись, что они этот день вообще не дадут. Потому что у меня просто не давалось. Значит, мы едем. Это история фильма. Это все происходило 7 марта. А 8 марта, 8 марта, и мы еще снимаем 8 марта, как эти же такие же бабушки приходят в клуб и их глава администрации, с которым была договоренность, поздравляет с 8 марта и, конечно же, обещает, что при их жизни газ будет их прекрасным домом. В местности мы в монтаже совмещаем, не обманывая, в принципе, просто мы совмещаем правильным монтажем праздник 8 марта. И долбежь в этой земле, рождается 11 из 23 призывов фильма. А как тогда вы понимаете, что здесь мы можем закончить съемки, отправиться в студию и обращаться, все, история закончена? Если нет никаких определенных рамок. Интуиция, ощущение, все, 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 все. Мы же говорим не о телевизионном кино, которое снимается после того, как... Собственно, как снимается телевизионное кино? Вот сейчас. Так же и про разницу. Да, к сожалению. Нужно на канале утвердить текст фильма. Ты утверждаешь текст и утверждаешь основной план Симрона. То есть, фильм у тебя на бумаге. Там идут полностью утвержденные тексты, дикторские. А далее, на третьей минуте синхрон министра образования. Он говорит о том-то, о том-то и о том-то. Потом, значит, это, потом это, потом... Потом говорит, значит, учитель с стажем от 10 лет, его мамилия какая-то, он говорит две с половиной минуты о том-то, о том-то и о том-то. И вот всё, вот этот здесь, а потом режиссёр как-то нанизывает на гикторских текст картинку. Кто-то берёт? А ну здесь мы облака, здесь мы, значит, это, здесь мы это, здесь мы дети на щитper в классе. Как на шампурь всех «Гобобуй». А если министр, чё-то не то сказал, то уже там проблемы на 72 минуты. То ты либо убеждаешь, либо ей пишешь «ты снимали минусы». Я лично ушел с телевидения, то есть я на этих видео работал более, я потерял более 10 лет своей жизни работы на телевидении. И когда я потерял эти 10 лет своей жизни на телевидении, мы продюсировали Расторгуева, Косомарова, Лозницу, Разбешкину, Косаковского, Довцевого. Вот эти фильмы, которые я колесировал, работая на телевидении, потому что тогда еще Ваше Пермского замечательного режиссёра Печёнкина он делал, картины, которые сейчас, по-моему, две картины, я сейчас точно не помню, которые сейчас вообще телевидение нереально, чтобы такое кино показалось, просто нереально. И поэтому я такую телевизионную для себя историю закрылся, потому что ты видишь, это такое, в общем, конечно, телевидение. Вот, и я снимаю то кино, которое, конечно, совершенно другое. И вот это кино, это и есть та жизнь, в которой ты живешь, а дальше то, что я говорил, уже не начало. А как складываются Ваши отношения с героями? Важны ли у этих взаимно-эмоциональные отношения с героями? Если этого нет, все бесполезно. При том, что важно, вне зависимости от твоего отношения героя и от его, ну, как бы… Понимаете, ведь, совершенно очевидно, что героем может быть и отрицательный персонаж. Но всё равно, даже если он крайне отрицательный, а если мало вопросов у людей, которых, просто, вы, и презирают, то, как бы, вне зависимости от героев, то, что он должен быть очень доверительное отношение. И я считаю, что общать доверительных отношений – это непрекрытое твоё к нему отношение. То есть ты не скрываешь, как ты к нему относишься. То есть ты не общаешься там с консенсацией, вот такой замечательный человек, Владимир Васильевич, с Вами был, вот, и оставался. Ну, разве не Ваша задача какая-то, почему он герзавец, почему он так действует, а у нас засуждение какое-то? Нет-нет, я же сказал, что моя задача – это ему высадиться. И всё. Если он герзавец, как бы он не старался, он у нас останется. Вот всё, что выжает, вот оно таким-то. А тем более, что всё равно твоей волей – его соединять и войти в каких-то контекстах. Поэтому он будет безваянно. Вообще, это иллюзия, что мы можем из себя представлять что-то иное, нежели то, что мы из себя представляли. Абсолютно. Всегда видно у человека с 5 дней разговора. А уж тем более, когда через увлечительное стекло попадаете на пространство большого экрана, на многоличную аудиторию, он был моментально. Но что нас спасает? Такое свойство человека, что он всегда себе нравится. Поэтому у меня ни с кем, ни с кем не имеют проблемы, если он на себя смотрит. И хорошие, и плохие люди. Вы всех наших видео снимали, Горбачёва, Дельцева, Путина. Как дети герои отличаются от всех ваших остальных героев? То есть как человек в власти, в политике он отличается от любого вашего героя? Есть ли это ваши? Компексы. Они все закомпенсованы. Чем выше человек в власти, тем лучше у него облименили. Знаете, я вот сегодня прилетел из Владивостока, я снимал командующего Тихотянским фортом. Он был герой. Как именно? Один из героев. Блин, просто... Мы столько в каких-то бумаг бессмысленных. Там, как мне показали, вот этот запрос на съемку, сколько там виз, совершенно непонятного... Непонятного содержания же визы. Он явно не хотел сниматься. Он проверил мой бэкграунд. Он понимал человек, но хочу. То есть это... Ну, был такой головняк вообще, редкостный. А расставались мы, ну, только потому что мы мужики, мы не стали целоваться в засосы. В Виталии, блин, я бываю так часто в Москве. Я... Ну, и так далее. Оказалось... Ну, я работаю, потому что как-то в интернет не выкладывается, а выкладывается. Что вы говорите? Нет, я не за адмирала, я просто... А, вот такой дядя. А, что ж тогда сказать? Ну, правда, я вообще не помню, когда я последний раз так разговаривал. Потому что он адмирал. Вокруг полковники, майоры... Мы сидим пьем с его... Ну, там, пошли в баню. Он с этим человеком 20 лет служил. Этот человек... Мы сидим, выпиваем там, все уже... И он вот это... Каждый его обращает. Товарищ командующий! Товарищ командующий! Товарищ командующий! Товарищ командующий! Вам на лифт! Товарищ командующий! Вы... Знаете как? Как так можно? Вот для меня это абсолютно какая-то... И вот как, если он вот всю свою жизнь вот в этом состоит? Поэтому, кстати, вот область... Вот Путин, например, там же с ним ваттали, конечно, да? Я же с ним провел год, когда он еще человеком был. Это же просто невозможно. Да, по теме виду, что там какие-то испугались. Ну, он нормальный диагноз, который можно было, так сказать, что-то, чего-то, да? Там, так сказать... А сейчас же это такое, так сказать, бронзовые памятники, которые возят в стране мира. И там внутри магнитофон, который произносит в тексте. Он... Он же сам больше всего потерял, потерял... Вот любой человек у власти просто... Рано или поздно теряет себя. Ну, если вы знаете, мне образцают некоторым панцирам, которые трудно пробить. А потому что это окружение. Знаете, я такой... Я человек не... Ну, как бы... Я когда увидел это комарение, как там все происходит, как приезжает президент на работу. Когда я увидел первый раз, как приезжает президент на работу, я просто, что-то принцесс, больше... Вот я бы лично с Кеменом был через месяц, поэтому он еще молодец. Угу. Куча. А вы снимали... Самый начало карьеры интересному лигу, он мог бы снять продолжение, вы посмотрели на него уже и сейчас. То есть... А сейчас мы все и видим. Все уже. Мы же не видим его близко, мы видим с такой степенью. А там уже не праздник, естественно, как человек снялся с этого времени. Неужели не видно, как он изменился? Ну, видно, но, опять же, это тот панцирь, который он хочет, чтобы мы... Нет, это тот панцирь, который уже стал кожей. Ну, то есть... Вам кажется, что здесь нет истории? Я эту историю не знаю. Нет. Понимаете как? Сейчас, значит, я вижу историю. Я думаю, что... Я, прежде всего, оптимист. Я надеюсь дожить до того, как эта история закончится. И я останусь, не согласен. Еще? Не, ну, стопор дня. Ну, это что? Ну, просто... Как? Ну, сколько еще? Ну, вот, вроде еще... 12 лет, да? 11. 11? 11 осталось еще. Смещается. А есть ли какие-нибудь новые политические молодые лидеры, которые вам бы интересно было узнать? Ну, наоборот. Эм... Нет, я в наоборот не верю. Да. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Ну, мне вообще это очень интересно. Правда. Что? Прохоров. Был момент, что... Мне показалось, что Прохоров. А потом он, может быть, что-то снился. Они тоже взяли. Но, с другой стороны, о Прохорове интересность есть именно в контексте того, что вроде бы... Я в него не верю как в политика. То есть, я не верю, что у него есть практическое будущее. Я не верю, что он может стать президентом страны. Но, как такой лжедмитрий, мне он интересен. Для кино. Я скорее верю в Катаркутскому. Мне кажется, что если быть оптимистом, то я в эту сторону не смотрю. Есть ли у вас ощущение, что документальное кино сейчас смещается к каким-то определенным темам, следует за тенденциями и погружается в свою социальную среду? В социальную среду, там, болотные и всех этих процессов на сходе. Сейчас мы посмотрели, вот как раз в эти дни заканчивались отсмотром на лаву и на аддок. И, слава богу, стали проявляться картины, хоть как-то связанные с окружающей нас реальностью. Чуть-чуть стали проявляться. Но не глубоко. Все-таки не глубоко. Даже у меня есть лучшая картина, на мой взгляд, зимовая картина, она все же такая немножечко... Мягковато. Мне кажется, что сейчас время более жесткое, а вот таких жестких картина нет. тяжелый срок. Интересно, что ваше дело с Аргумом может быть. Ну, а какие-то, ребята, человечистые, можете заметить, как бы поедут на пролом. На пролом никто не идет. Я думаю, есть ведь совершенно... Чуть-чуть проявляться на пролом. Чуть-чуть проявляться на пролом. Ну, правда. Как-то это понял. Ну, просто вот без этих... А все же так... Вот такое сейчас время, что все, как бы, все такие смелые-смелые, и вроде с белой ленточкой, и вроде это... Ну, вроде как... Вроде так и ни при чем немножко. А вы, по-своему, не имеете в виду? Куда, по-своему? Ну, в... В... А не аж такой же. Ну, сразу. Я точно такой же. Я же не... Не... Не лучше своего времени. Ну, в этом как раз снимали частные хроники Миналова, где, в общем-то, это портреты ходят. Но... Ушедшим? Как? Ушедшим? Ушедшим? Ушедшим... Как бы... Не то, чтобы проще, а понятнее говорить, понятнее. Вот я вот частный хроники Миналов в 86-м году не снял. Я же их сделал в 95-м году. Мне нужно было 10 лет от краха Советской империи для начала, ну, какого-то, там, там, свешенного, и для себя честного анализа этого времени. Поэтому, кстати, вот почему я, допустим, не снимаю, ну, а... за свою будущую карьеру, за то, что фильм не понравился, за то, что вы сейчас очень много, наверное, картин на эту картину... Нет, дело в том, что я... Как бы сказать... Нет, мне не было странно, но я помню, что, например, вот, когда я снимал эту картину... Ну, потому что так случилось, что... Так сложились странные образы на обстоятельстве, что я, как бы, договорился о картине почти напрямую с героем, и потом появились все кураторы, то есть кураторам эту картину уже спустили как фару. И поэтому они немножко тоже не понимали, как ему, так сказать, действовать. И тем не менее они там отсматривали материалы. Я помню, как очень крупный чиновник, не менее один из военных государств, как он смотрел мой разговор, один из разговоров с Путиным. И я, значит, задаю такой вопрос, он же слышит мой вопрос. И он вскакивает, начинает, когда бегает вокруг стола, как мантру запринания. Как ты мог? Как ты мог? Как ты мог? Как ты мог? Хотя я ничего такого не сказал, я вам сказал. Простую вещь не поднял. Ну, очень простую вещь. Вот чиновники, у них, как бы, ну, конечно, всем дейшим терятьем, и потому что, понимаете, здесь мало в 90-м году, на излёте шарных 90-х, на излёте геннадцатской линии, в эпохе, когда, в общем, вот вы-то, ребята, здесь я вижу, по-моему, уже есть как-то не в теме. Всё-таки мы жили, у нас было 10 лет свободы. И, ну, я вообще в кошмарном сне не мог представить, что мы окажемся вот в той стране, в которой мы сейчас оказались. Фрурус – это вообще было нереальности, кстати. Как бы я был абсолютно внутренне гомоничный, спокойный. Я с ним был вполне комфортный. Есть такой журналист Андрей Калицин, который вместе с вами, чуть позже, чем вы, он взял книгу, что Путина на основе интервью, также он провел с ним энное количество времени, и после этого получился книгу. А эта книга, собственно, эта интервью, он полностью определил карьеру и фурналисты на всего оставшегося сюжета. Ну, то есть он попал в пол и всё. И всё, с этим он уходит туда каждый день. Понимаете, как? Я был руководителем департамента документального иного ГДРК. Подо мной был многомиллионный долларовый бюджет. У меня был кабинет, секретарша, чай, служебная машина, командировки, трудная судьба документариста, заносила меня два раза в год на Каннский кинорынок, мучиться, на Мартине Терасов, так далее. Я оттуда встал и ушёл. И считаю эти годы потерянными в годами своей жизни. На этой конечной ноте перейдём к вопросам за аудиторию. Пожалуйста, поднимайте руки. Кто хочет спросить, я буду дать вам микрофон. По сравнению, что вы слышите. Здравствуйте, Владимир Владимирович. В самом начале интервью сказали о двух вещах. Представляете героя говорить и сами пытаетесь не вносить какую-то свою личностную церковь происходящих событий. Мне кажется, это просто нереально, что у вас есть волшебные ножницы, вы можете какую-то сцену вырезать, какую-то оставить. Соответственно, ваше, мне кажется, внутреннее представление, и снова говорят, обретают, что вы её завидали как бы. Вот, например, да, после вашего фильма «Просто-то» вас обвиняли в том, что вы каким-то образом протасовали монтаж, что вы выставили герои такими, какие они на самом деле есть. В вопросе заложен ответ. Конечно же, я даю человеку высказаться, потому что конечное решение за мной, благодаря моим волшебным ножницам. Поэтому зачем мне ножницы доставать во время его исповеди? И это самое потомное сделать совершенно не надо. Мне всё равно ваша личностная оценка получается не в процессе взять за интервью. Ну, совершенно очевидно. Стартную ситуацию была следующая. Значит, конфликт стартует. Я снимал эту картину на пике, абсолютном пике их успеха. Это потом мы сделали сериал «Татурка небесная», который рассказывал, собственно, не рассказывал, а показывал историю их развала. А тогда это было просто. Но я, окнувшись туда, я понял, что этот проект не имеет шансов на доживание. Просто вот не имеет. И я на пике их успеха взял Катю и Юлю и снял их просто, договорились, снял постановочные эпизоды. Короче, снял их в метро, там где-то в толпе, как их никто не замечает. И поставил это в конце картины. Потому что я был убежден, что вот эти дела кончатся. И продюсер, который мне дал «Онк», Ваня наш брал, продюсер «Татурка», который дал мне помню «Карбанш» на съемке, он требовал, чтобы все окей, а вот это окей. Я не убрал в конечном счете. То есть мы нашли общий язык, я не убрал, ну а все получилось, как случилось. Мне это было важно показать именно в этой картине в тот момент. Ну, картине, как бы, не флешборд, когда вперед, как называется. У меня в среднем, на монтаже стола, на фильм, ну, 200 часов, наверное, в среднем объеме. Давайте следующий вопрос. Виталий, расскажите, пожалуйста, о работе с фильмом «Часный фронтный налог». Как Вы отбирали хроники и истории людей? Как к Вам монтировалась одна из них единая? И так ли это происходило все благодаря индивидуице? Или у Вас был план и монтажный план в том числе? Это один из просто любимых моих фильмов. Спасибо Вам за это большое. Значит, там такая история. Я... Это очень сложная и, наверное, это очень было сложная работа, потому что нужно было параллельно прописывать истории, имея в виду надмечаемые материалы, и двигаться по шагу. То есть, вообще, как этот проект делся? Сначала мы собирали материалы. Значит, мы договорились с сердцем, он нам дал окошко на первом канале, на каждую субботу с весенней сделали маленький ролик, и, как бы, я его комментировал и призывал людей звонить, чтобы люди эти материалы в 95% случаев, ну, 90% случаев, приносили лично. И когда они приносили материалы, естественным образом они приносились с энергией. Эта энергия либо была, так сказать, метафизическая, как говорят умные люди, либо буквально, практически, то есть не рассказывали, а вот это то-то, это то-то, это то-то, и как бы складывалось. Ну, мы смотрели этим, я смотрел эти материалы, расписывался где-то такие, еще раз это, это же мы начали, когда субботы компьютеров, ну, у меня уже компьютер был там 186, но еще это было все так сложновато, я на бумажке, с такой папочкой бумажек, огромные стопки. Значит, потом, я материал год, ориентировочно год, потом, значит, я, выстраивал некие свои истории, истории, которые пришли с этими материалами, потом истории Яркевича, с которыми писали текст, потом этот, то есть, фильм сначала делся, в какой-то момент, бумажки эти были, в А4 на 6, на 6 бумажек разорных, ну, значит, где-то 6 на 12, например, квадратиками, у меня вся квартира была уложена, вот просто вся, ух, у меня тут все, просто вот, я по этим квадратикам, даже утром, когда я просыпался, нужно было очень аккуратно встать, чтобы у меня там, 67-й, и переливился в 65-й, такая была белая, полотно квартиры. и как-то вот, потом, значит, собиралось, что-то уходило, что-то, что-то входило, но я хочу сказать, что в этом фильме очень-очень все это вставляло, но я всегда пытался настаивать, что это фильм документальный, потому что его очень часто пытаются объяснить к игровому фильму, за счет того, что это литературный текст, вот, но это абсолютно, я считаю, что это один из видов, может быть, таких, самых удаленных фильмов документального кино, потому что в этой истории человека вот в моей личной жизни, вот лично моей истории, ну, наверное, процентов вообще 60. Но что и важно, когда я искал, кто эту историю расскажет, мне нужно было создать такое ощущение, чтобы этот голос был не то, что мы узнаваем, а так, чтобы человек, когда услышал этот голос, он не понял, кто это говорит, но чтобы он думал, и я это слышал, кто-то, 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 и я думал, кого, когда еще гордон только-только появлялся, я гордона пробовал, а потом, значит, цикл, и я, значит, дал одну мысль, не такому, я ему только звонил, Александр, он так шел в мен через губу, он рассказал, да? Я рассказал историю. Он рассказал историю, это совершенно не так, что шел, что-то рассказали, вы знаете? Это не так, нет, это он потом шел пришел, сначала... Я не знаю, что я вообще, я прям не нужен, я боюсь за этих как одеться. Да, да, это нет, поначалу так, но я ему дал текст, и он на своей шикарной машине, значит, уехал на заднем семье, он такой, шум, безусловно. И проходит, ну, а там уже нет, сколько стоит, страниц сорок, что-то, проходит, вот, мне тридцать, мне звонит другой человек, вот просто, я только что общался, вы сказали, вы знаете, человек, который заиграющий все голосом, ну и так дальше, ну, теперь мы большие друзья, он говорит, а, почему я тут? Откуда вы знаете? Я говорю, что? Откуда вы про меня знаете? Он абсолютно решил, что эта история, как бы в тот момент про него, то есть так же, как и многие люди решили, что эта история про него, даже бронзовый концерт на него еще, я считал, что это и про него, он в 1961 году рождения. А эта история, про нас всех, хотя еще, я говорю, там 60-20, это мои конкретные истории, просто, куда надо в этой картине. Есть такой режиссер, Керин Макдональд, он обладает Оскарой, у него специальный проект, а я, два, 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 пока, у меня есть. У него два года назад был специальный проект с Ютубом, где, собственно, Керин попросил пользоваться интернетом присылать один день записи одного дня своей жизни. и, собственно, из 18-ти тысяч видеороликов они смонтировали 90-минутный фильм про портрет Ходь. Насколько вот это может считаться документалистикой, как вот документалистика адаптироваться к новым технологиям, разным интернетом? Я считаю, что там где-то что-то есть, и фильм этот мне понравился в силу личности, в силу невыбины этой истории, которая там рассказана в портрет Ходь. Но как направление, я только сейчас в самолете видел, смотрел новый фильм Федорченко, который, наверное, мы возьмем на фестиваль. Он сделал фильм из видеописем «Семья уехала жить в Австралию». У нее есть где-то, нет, а, есть где-то. Ну, совсем больше. Значит, уехал жить в Австралию, посылала ее письма, еще не было, ее люба, мы снимали на видео свою «Новую жизнь». По-моему, отель что-то там посылает. И в итоге он из этих видеописем посмотрел фильм, и я думаю, что это что-то вот, там что-то есть, я еще это не могу никак сформулировать, но что-то, что-то вот эти все ютубы, все эти, как сказать, скайпы, все эти наши видеоблоги, камеры секьюрити. Интуитивно, как бы, я вот запах чувствую, что что-то там сидит, какой-то огнем загорается. Может быть, может быть, там что-то и появится, новое будущее кино, в том, который мы сейчас тут начинаем ощутывать. Еще вопрос. Здравствуйте, Инна Заталёна. Скажите, пожалуйста, вот за суток времени, что вы начнете на фильмы, была ли такая история, которая поразила вас столько, что вы до сих пор ее можете забыть? Дело в том, что на моих глазах, к счастью, происходило огромное количество совершенно фантастических историй. Вычинить какую-то из них, наверное, я не возьмусь, но я могу и местно сказать, что я абсолютно счастливый человек, потому что я видел столько всего в этой жизни замечательного, фантастического, во что даже сам иногда не может этого быть. Просто, реально, не может этого быть. А это было, и это было, в общем-то, в моих глазах. Но, что называется, я могу только об этом говорить, но, знаете, как, в режиме, в режиме, вот, вот, засовывать в большой мешок сотни истории, это даст тебе, я расскажу, вот эта история, я помню. Потому что, невозможно, это не только, кстати, история какого-то такого, исторического масштаба, там, когда, на моих глазах, там, там, ельцин не мог позвониться, ну, там, и так далее, а какие-то очень-очень простые, непростые, там, у меня вот, когда, а у меня была история, кстати, так, если так вот, забавно, мы снимали фильм о возвращении космонавта с Армиты, 12 елочных домов, мы там, значит, со всех концов их проливали, и, значит, я был на вертолете с испанским и русским космонавтом, у нас было четверо, ну, пилот, на порту четверо, два космонавта, врач и я, и наш вертолет, из-за тумана, отбился от основной брызги, и мы сели в Казахстане, практически, во улице, среднего космонавта, но никаких, где-то светло не было, а мы там провели шесть часов, в Казахстане, какие-то казахи, которые вообще не могут поверить происходящее, они пишут, люди свои юрты там, ну, 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 так, да, душа. Расскажите, пожалуйста, как Вы входите в контакт со своими героями, вообще, как их разговаривать, как их настроить на общение, ну, как узнать все о них? Не готовлюсь, не готовлюсь, не готовлю вопросы, то есть, как нет, я вопросы готовлю, но никогда в жизни не держу вот . . Потому что, когда ты начинаешь общаться с человеком, смотришь ему в глаза, все меняется. И просто главное быть максимально расслабленным. Хочешь наделиться – наделиться. Хочешь молчать – молчать. Хочешь там. Вот как, как, и тогда все это. Но это, на самом деле, это, наверное, как… Знаете, отношения с героем – это такая интимная штука. Наверное, как отношения мужчины и женщины. Вот что-то должно быть. И когда вдвоем интересно. Когда вдвоем интересно, чем кончится. А как ты играет в этот момент, когда герой играет на кадре? Это тяжелый случай. Вообще это тяжелый случай, поэтому я стараюсь… Но, скажем, те же татуи, например… Конечно, они играют на кадре. Поэтому я старался снимать тогда, когда они просто… Когда степень напряжения и отвлечения такова, что они не играют на кадре. Но есть же, знаете, в кино там огромное количество этих штампов, и в таких, ну, как, профессиональных примочек, как отвлечь героев. Это вот одна из штампов номер пять. Чтобы женщина с тобой нормально разговаривала, когда ты ее снимаешь, дать тебе чистить картошку. Ну, а как это, на картошку, или как говоришь? А там, именно, снимать телефон, пока человек не будет. Да нет, но в принципе… Если говорить о технологии, то если это интересно, можно сказать, что, в принципе, я делаю так и не буду. Я, когда вхожу в этот объект, я ставлю камеру на общий план, который работает нон-стоп, и она просто автоматом пишет звуки, дает мне общую картинку. И не важно, я в кадре или не в кадре, а с одной, я снимаю уже… Ну, вообще, кстати, скажите, я в последнее время работаю на двух камерах. Ну, я снимаю, ну, как минимум, на две камеры. Вот. То есть, помимо общих, две камеры, ну, и с такой, как и привыкание, как привыкание достаточно важно. Важно не иметь для человека, не для тебя, а после человека нужно как-то переструется… Ещё? Я очень упользовала уже фраза о том, что если человек верзается, это будет видно в кадре. То есть, на моём опыте будет много обратных встреч, что… Интересные какие? Ну, смешно говорить про мой, потому что, мой про мой мы известны, потому что это общие. Исторически это, например, в случае с этим диктатами, да? Очень пакостно заставили. Кто тут диктат? Диктат? Диктат, да? Диктат, да? Диктат, урок. Диктат, урок? Да. Что есть сомнения по поводу муссолиния о том, что эти что-то… Диктат, уроки, которые жили с ним одно время, наверное, не было, по-самериме, да? С Соли-Падом, общенародные предыдущие, вот, и… А кто сказал, что нуждаться от людей? Их в первую очередь любят. Ну, это так устроена жизнь. Потому что нормальный человек, он не будет лугать. А если тебе не умрут, то все делают, и как бы… Поэтому как раз чем выше, тем лучше. Ребята. Вы считаете, что в те времена люди знали, что это сомерзация, но… Чуть-чуть дальше микрофон не слышу. Может быть, я просто без него, который так, наверное, порошу. Ага. Вы считаете, что все в исторические времена люди, которые поддерживали Гитлера, Муссолини такого типа персонажа, они понимали, что они знали? Нет, ну, знаете, я скажу такую вещь. Мне кажется, что… Нет, я ничего не скажу. Ну, перейду. Сначала просто… Можно, пока ксомолчат, я скажу? А у вас есть даже сценарий? Потому что тут, ну, съемка кино, я же делала недешевые тогда. Вот, например, проехали от Кёрна до Сибири и обратно. В общем-то, на что-то эти деньги брали, да, если вы говорите, что сценарий не нужен, то, как вы говорите, если бы у меня не кинал дайте, не могу помочь… Да, конечно. Ну, на самом деле, я так не говорю. Ну, вот у меня была… Ну, конечно, и в этом случае я ровно так не говорю. У меня весь сценарий, который я сидел, вымучивал, писал, но он все равно этот вымученный сценарий составляет полторы две страницы, значит, где полстраницы А4, где полстраницы из Википедии, цитата из советской прессы о газопроводе, значит, там еще чего-то, еще чего-то… Ну, это не сценарий, это сценарийный заявок. Да, но я тогда приведу более понятный пример. У меня есть картина, называется «Наша Родина». Может, кто-то из вас видел? Эта история у меня когда-то пластиковая. Так происходит, что когда я умер из родного города, я больше никого не видел. Прошло 25 лет. Я никого не видел, ничего не признал. Но я почувствовал, что мне интересно сделать такую картину. И, как бы, наверное, на картину подписались, канал АТЭ, там Франция, Германия, Немянди, там еще, кстати, там достаточно большой пункт. И, естественно, они, если говорят, сценарий. А как, они уже, ну, как, я уже вижу, что они уже, как-то, проглотили наживку, но еще и там, как же, подписывают. И я, естественно, совершенно не то, что это не игра, я вам говорю, понимаете, 25 лет я никого не видел. Смысл картины в том, что я их ищу, нахожу и с каждым разговариваю после 25-летней паузы. Если я сейчас буду писать сценарий, значит, я должен всех найти, со всеми поговорить. Зачем фильмы? И, в принципе, вот этот разговор их убедил. Их, поймите правильно, это чиновники, в Европе чиновники не хуже наших. Это такая же вся конструкция. Я их убедил, и сценарий был вот этот, вот это, вот это моя история, что я их убедил, и фильм будет заключаться в том, что я их убежу. Это было полстраницы. И четыре страны дали на это деньги. И были, насколько я знаю, весьма довольные результаты. Скажите, пожалуйста, как вы видите жизнь документального кино в России в будущем? Сегодня есть жизнь. То есть, если жить на Марсе. Я вижу катастрофу с документальным кино в России. Я считаю, что документальное кино в России живет в трех-пяти точках. И одна из них, кстати, благодаря фестивалю «Холортиан» находится в Перми. Поэтому вы в особом положении по отношению к другим городам. Потому что по дивидии документального кино практически в проказе нет вообще. На дивидивинге зайдите в ваш любой магазин, вы увидите на стоке документального кинофильма о том, как о домашних животных, о йоге, о, в лучшем случае, исторической серии UBC. В интернете, будучи не посвященным человеком, разобраться на эти истинное, то есть это делить шелухи для не посвященного человека практически невозможно. Поэтому единственное пространство в интернете – это фестивальное пространство. Поэтому, кстати, я отращиваю много своего времени, про сил и каких-то экономических возможностей на поведение в Москве в стиле Аль-Ардур-Фест. А не кажется ли вам, что это единственное пространство, просто люди, занимающиеся документальным кинофильмом, они рассказывают историю, но оценивают рассказ истории про историю. Рассказ про документальный фильм в интернете – это такая же работа, как и съемка документального фильма. Многие, собственно, площадки могут быть интернет, площадки могут быть электронные смены, площадки могут быть бумажные смены, фестивали и так далее. Ну, то есть не только фестивали. То есть не проблема ли это коммуникации с самим документалистом? Создание, собственно, средней. То есть документалист должен быть таким народником, вот он снял фильм, погрузировал в сани и поехал? Ну, он должен создавать свету, если средний нет. Я создаю свету. Я создал фестиваль «Ардур-Фест», который собирает в Москве полный зал. У нас на пяти экранах с утра до ночи идут фильмы. Люди покупают билеты, тратят реально свои деньги и сидят, в том числе, на палубах, где не хватает места. Да, я считаю, но я не считаю возможным бороться с интернетом. Конечно, его можно использовать, если средний трактор. В каком смысле? Ну, то есть он тебя все равно видит. Он все равно тебя поимеет. Интернет – это пространство абсолютное. Интернет – это такое пространство дикого запада, где нужно вбивать в полышки и стоять днем и ночью на их защите и тебя все равно подстроить. То есть там некая конкуренция строит? Да, но интернет – это все и ничего. Если там, ну как, вот такой океан, где нет ни правил, ни законов, он должен выстроиться в какие-то потоки, в какие-то линии, в какие-то сообщества. Я, кстати, я интернет-человек, я фейсбук, но скажем так, и то стараюсь себя как-то ограничивать, потому что интернет как дает, так и забирает, и мешает. И, в общем, таким словом, я против размещения своих фильмов в интернете и делаю все, что кто-то там делает. Спасибо. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Вы сказали, что человек во власти теряет на себя. Правильно, да? Чем это Вам так интересно? Почему они снимают? Потому что они на ней управляют. И все? Ну, в том числе. Не все, но в том числе. И потом, я не могу сказать, что меня так немножечко немного коробит, когда меня представляют, вот это тот, кто, значит... В принципе... Да, я снял, значит, вот там, фильм о «Врачу-верху» снимает, но это не занимает много моим... Условно говоря, на фильм о своих одноклассниках я потратил сто крат больше энергии, сил и... чем на... Я вообще туда говорю, я очень много снимаю, я снимаю параллельно. Я вот сейчас четыре месяца снимал эту трубу, ее еще не монтирую, а сейчас уже огромную, большую картину, которая снимается по всему миру. И вот я сейчас к вам приехала, там, через два дня уезжаю, там, и дальше снимать. Еще параллельно у меня что-то еще снимается, а еще о чем-то я думаю. То есть, скажем, вот «Президентах» я снял в течение полутора лет, я снял три, значит, вот два фильма, то есть шесть фильмов о «Президентах». И еще параллельно у меня что-то, я даже сейчас не вспомню, еще что-то я снял. А, да, потому что... Я очень-очень много разу, поэтому это не то, что мне было так интересно. Но я не упускаю возможности. У меня есть фильм, который я снял в течение одного дня. Вот мне очень этот фильм нравится, я не знаю, но, естественно, он есть у пиратов интернете, вы можете посмотреть. Фильм называется «Валентина Леонтьева. Гостяку сказки». Кто знает, какой Валентина Леонтьева? О, как тут происходит еще такие времена. Валентина Леонтьева это был вообще... вот не было до 85-го года не было стране человека, который не знал, кто такой Валентина Леонтьева. Это был человек, который... ну, 50% всего советского телевидения. Она каждого дня... Каждый день велась, потом и ночью, малыши. У нее были пройти от всей души. Она все... но главный диктор страны какой-то себе был. Диктор и ведущий. И я был с ним... Как получилось, в хорошем отношении. Я все хотел снять Орекину. А у них были очень сложные отношения с сыном. Они живут вместе в одной квартире. И он никого не пускал. И... Однажды... Мой женой Загородный звонок. Она говорит, Виталий, приезжайте. Я вот... Я вот... Я одна вот с ним ехал. И я... Просто тут же... Примечался к ней по дороге. Позвонил мне со студии. Двезли... А, только один. Только только один. Мне привезли две камеры. Вся студия и группа стояла под... Под домом. Я им тут там звонил по ходу. Он... Легкий говорил ко мне вот... Сделайте это. Кто-то мне дает там какую-то информацию. Он очень все выбрасывает. И вот за эти деньги. Возумевая камерами. Снял картину. А так как она была одна. Она еще позвонила, чтобы... Там ей должно было давно поднести... Медаль какую-то вручить. А к медали полагалось пять тысяч рублей. А мне говорили, чтобы себе заплатить деньги. И она тоже позвонила, чтобы в этот же день. И еще там что-то... И вот для денег провел у нее. Снял картину. Один. Двумя камерами. Здесь всех. Ну, потом... Она еще была смонтирована. Она... Когда... Она несколько раз показана по телевидению. На нем был очень хороший экспресс. В том числе... Такие развернутые рецензии. Очень важные люди. Насколько они такие было. Там она получила несколько раз премий. И вообще... Как они, которые сегодня... Мне кажется. Даже людей там. Лучше все. Последний вопрос. Ну, да. Здравствуйте. Вы сегодня пару раз обновились в игровом кино. Как мне казалось, вы относитесь к нему не очень хорошо. Правда ли это? Ну, то есть считаете ли вы, что документальное кино стоит в генографии? Нет, нет. Я не то, что не хорошо. Я даже могу смотреть игровое кино. По-моему. Для себя. Безболезненно. Мне просто его неинтересно снимать. Но, в принципе, вот игровое кино, которое очень редко меня может тронуть игровая картина, которая базируется на реальности. Потому что у меня, как документариста, практически невозможно убедить в реальности происходящего в игровом кино. С большей готовностью посмотрю там какую-нибудь агентную серию или там что-то такое. Когда меня ритуят, когда я как бы партнеризм понимаю, что это все туфта. Я смотрю туфту. А когда мне хотят, как сказать, что-то... У меня замечающие исключения. Вот я абсолютно обставляюсь в лучшеме Германа. Я вообще не представляю, как это можно было так сделать, когда там все как будто машиновременье. Раз, два, раз. Перенесли. И там все для меня абсолютно достоверно. А вот современность в игровом кино. Да простят меня мои многочисленные друзья, представители вот новой волны, нашей нового кино. Практически, ну, очень-очень. Ну, потому что это невозможно. Понимаете, мне кажется, что это невозможно. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...